Здравствуйте! Ознакомьтесь с законодательными новостями, принятые в течение недели. Вновь принятым законом о внесении изменений и дополнения в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности внесен ряд изменений и дополнений в Уголовный и Административный кодексы. Теперь устанавливается административная ответственность за пропаганду сожительства с двумя или более женами. Теперь отправление религиозного обряда по заключению брака между лицами, брак которых не зарегистрирован в установленном законном порядке, в том числе с лицом, недостигшим брачного возраста, влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовой расчетной величины от 4 млн 950 тыс. сумм до 9 млн 900 тыс. сумм. А пропаганда сожительства с двумя или более женами, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также поощрение таких действий, влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовых расчетной величины от 4 млн 950 тыс. сумм до 9 млн 900 тыс. сумм, либо административный арест до 15 суток. Принят указ президента о внесении изменений и дополнений в некоторые документы президента Республики Узбекистан и правительства Республики Узбекистан. Настоящим документом внесены изменения и дополнения в некоторые нормативно-правовые акты. Теперь граждане могут в некоторых случаях вывозить ювелирные изделия без заполнения таможенной декларации. Например, физические лица могут вывозить за пределы таможенной территории Узбекистана готовые ювелирные изделия стоимостью до 100 млн сумм без заполнения пассажирской таможенной декларации стоимостью 100 млн сумм и более на основе пассажирской таможенной декларации. Напомним, что ранее готовые ювелирные изделия стоимостью более 5000 долларов США разрешалось вывозить за пределы Узбекистана, заполняя пассажирскую таможенную декларацию. Продолжаем. Принято постановление президента о дополнительных мерах, направленных на дальнейшее повышение качества государственных услуг по назначению пенсий населению. В данном документе установлено, что для граждан при выходе на пенсию создается ряд удобств, в том числе в определенных письменно-документальных вопросах. Теперь с 1 января 2024 года граждане для назначения пенсии могут также обращаться по их желанию в Центр государственных услуг или в Единый портал интерактивных государственных услуг my.go.us. А после назначения пенсии гражданам создается возможность получения ими средств на индивидуальных накопительных пенсионных счетах через Единый портал интерактивных государственных услуг или мобильное приложение Халкбанка. Важным нововведением для женщин, интересующихся военной сферой, стало новое постановление президента о внесении дополнений и изменений в некоторые постановления президента о республике Узбекистан. Теперь в Тимур-Бек-Ляр Махитабе принимают и женщин. Соответственно, с 2024-2025 учебного года в Ташкентске военно-академические лицеи Тимур-Бек-Ляр Махитабе национальные гвардии будут принимать граждан Узбекистана женского пола. Будут повышены должностные оклады рабочих и служащих Центра детской психологии Главного управления охраны Национальной гвардии. Подробнее с новостями законодательства вы сможете ознакомиться через телеграм-канал «Правовая информация» Министерства юстиции. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok